Если говорить сегодня о трагической истории, которая настигла одну из самых плодородных земель и самая красивая по природе и так далее, вообще люди замечательные, страну по имени Украина, то я бы высказал свой прогноз пессимистичным образом. Потому что сейчас люди боятся, те, которые понимают, что происходит, и будут молчать. Они не только молчат, они будут молчать. Все радикальные вот эти вот движения, которые уже происходят для нас выпуклый год, на самом деле они происходят давно, их подхватили большие финансисты мира. И самое ужасное в этой истории, что те дети, и те отроки, и молодые люди, которые сейчас подрастают в этой новой идеологии, они будут такими всю свою жизнь. И не надо обольщаться. И, к сожалению, сейчас в этой стране экономика не играет никакой роли. Есть такая формула сегодня у радикалов, чем хуже, тем лучше. Почему? Они хотят опустить ситуацию, мне кажется, до какого-то дна, который они даже сами не понимают, чтобы сформировать новое мироощущение, которое бы их вознесло как героев, как лидеров. Это не плохо, не хорошо. Это просто так происходит, когда малые радикальные силы вдруг завоевывают телевидение, все СМИ, внимание, и начинают делать глобальную историю. Вот малые силы делают глобальную историю. И мне кажется, что это еще сыграло на руку тем людям, которые хотят немного нам досадить, притеснить, потому что наша страна тоже поднялась достаточно сильно за эти почти четверть века. Экономически, военным образом, социально, осознание себя произошло. Конечно, это никому не нравится, потому что хотелось бы сохранить центр мировой политики, геополитики в тех же местах, где она гнездится. И этот конфликт только разрастается. Все зависит от терпения россиян. И я надеюсь, что, может быть, появится какое-то не оппозиционное движение, а здравомыслящее движение, которое будет каким-то внутренним способом, негласно формировать какие-то общественные мнения внутри Украины. Но я на это очень мало надеюсь. Продолжение следует...